Всем привет! Кто давно смотрит мой канал, помнит, как я делал гитару самодельную вот из этого вот ящика. Так вот, теперь я этот ящик использую под корпус для проигрывателя. Ставил громкоговорители. Здесь всё у меня прикреплено, тут амортизирует, вот держится на пружинках, как положено. Амортизация всего этого дела есть. Здесь мне пришлось немного настроить вот этот вот узел. Пришлось угол вот этот вот сделать чуть-чуть острее, чтобы автоматика срабатывала тогда, когда надо. Когда тонарм доходит до конца пластинки, чтобы он отключался, возвращался назад и защелкивался. Поэтому мне пришлось туда из фанерки такую проставочку сделать, чтобы оно ходило нормально. Здесь я уже стал внутри всё собирать, тут громкоговорители прикрутил. Вот трансформатор у меня здесь стоит уже. Я его прикрутил сюда на 12 вольт. Потом усилитель буду использовать. Это такая выдран кусок платы от какого-то старого китайского магнитофона. Помню, давно ещё находил на улице какие-то старые магнитофоны. И вот это прям кусок платы отпилил с усилителем, потому что он работал. Там лишние дорожки убрал. И вот сейчас буду его использовать здесь. Усилитель на микросхеме КА-2206. Единственное, что я сюда добавил ещё на эту плату, стабилизатор на 12 вольт на кренке. Вот этот конденсатор сглаживающий. И вот диодный мостик с конденсатором ещё. Вот так вот. Все сигнальные провода у меня экранированы. Вот фонокорректор ещё немного переделал. Из-за того, что вот однополярное питание у меня, то на входы операционных усилителей должно там подаваться то, что подсоединяется к земле, на него должно подаваться половина питания. Так я сделал делитель 2,7 кОм и 2,7 кОм. Вот два резистора. Так же, как в схеме китайского усилителя для наушников. Вот к этой средней точке искусственной подключил через два резистора 100 кОм. Входы обоих каналов. То есть, почему я так сделал? Потому что раньше делитель напряжения был на каждый канал свой. И если они чуть-чуть разные, там, не идеальные резисторы, то по-разному они работали. А сейчас питание одно и то же подаётся. Половина питания ровно. И ещё по входу, чтобы оставить входное сопротивление 50 кОм, то ещё поставил 100 кОм на землю на каждом канале. Ну и заменил конденсаторы. То у меня стояли керамические, я поставил вот такие вот. Ну вот сейчас я буду всё это собирать в корпус. Потом посмотрим, что получится. Теперь давайте послушаем, как он работает. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Теперь давайте посмотрим, как он сам отключится. Вот ставлю где-нибудь под конец, вот сюда вот. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот такой вот проигрыватель получился. Возможно, я здесь еще что-то буду переделывать. Вот сюда нужно будет какие-то сеточки, чтобы закрыть громкоговорители. Пока так. Всем пока.